Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это удивительно, но все-таки довольно много подписчиков попросили меня прокомментировать тот самый удар Владимира Соловьева. Поэтому, чтобы скорость была, плечико не должно подниматься. Плечико должно внизу, не надо предупреждать. Многие бьют неправильно. Если кто не знает, предыстория такова, что Владимир Соловьев, это наш крупный российский телеведущий, поссорился с профессиональным комментатором Уткиным, Иваном Уткиным. Ну и в общем, слово за слово стали они в интернетах спорить, друг друга ругать. И Соловьев ему сказал, что мол, я тебя в очной схватке там побью, дам тебе по кумполу и так далее. И показал свои суперудары, что, дескать, он такой мужчина, что он умеет драться и умеет бить. Похвастался мастерством своих ударов. И давайте их проанализируем. Но перед этим я все-таки хотел бы обозначить свое отношение к Владимиру Соловьеву. Потому что я думаю, ну, без этого никак. Я считаю, что Владимир Соловьев и подобные ему люди, что для меня, во всяком случае, они однозначно стоят на темной стороне, на стороне зла. Но единственное, что успокаивает, такие как Владимир Соловьев, хотя да, они долларовые миллионеры, да, уже жизнь их, их родных, уже на поколение вперед, я думаю, там их ждет огромный успех. Хотя, с моей точки зрения, они чисто несут зло. Но, во всяком случае, их хотя бы минимум половина россиян, ну, как бы ненавидят. То есть, с ними все четко. А есть люди более, как бы, мягкие, вроде как бы более хорошие. Которые ведут какие-то невинные передачи, не связанные с политикой. Но ближе к выборам, когда нужно, они поддерживают определенную линию, объясняют, что нужно голосовать за президента. Ну, в общем, сами все знаете. Грубо говоря, Америка плохо, там Россия хорошо. Все в таком духе. И, кстати, это их право. Но при этом, они сами, их дети, родственники, все они уже давно имеют элитную недвижимость в Нью-Йорке, стоимостью миллионы долларов, обделанную золотом, ну и так далее. И вот таких людей, на самом деле, я, как бы, к ним отношусь. Ну, короче, отношусь, не отношусь. Эмоций плохих, они во мне, вот, внутри меня вызывают больше, чем более такие явные, ну, скажем, пропагандисты, как Владимир Славьев. Хотя, вообще, я считаю, что надо избавляться от эмоций, потому что эти люди, они живут своей успешной жизнью. И от того, какие мы испытываем эмоции, они просто в нашем теле только, ну, как бы, скапливаются, а им от этого ни холодно, ни жарко. Поэтому надо стараться к ним относиться. Ну, в общем, всем там, короче, им успеха, здоровья, но вообще к ним я отношусь, на самом деле, отрицательно. Техника Соловьева. Первое. Его удар не боксерский, наверное, какой-то такой каратистский или из восточных воинских искусств. Он советует сжимать кулак, и это очень хорошо. При этом он советует быть расслабленным, полностью расслабленным. То есть уже это сочетание сжатый, как он там говорил, собранный кулак, плюс общая расслабленность всего плеч, тела, это хорошо. В этом есть определенное мастерство. Второе. Свой удар, он его делает без подготовки, как бы, да, то есть просто вот стоял, выбросил удар. То есть стоял, выбросил удар. Ну, вот как бы в этом у него весь прикол. И он даже делает акцент, чтобы не плечики не подбрасывать. Ноги, видите, поднимают плечо. Вот этого не должно быть. Вот так должно быть. Вот вы стоите, вот улетел. Вот ты стоишь, вот улетел. Потому что в боксерских школах, ну, например, если вы посмотрите моего коллегу Рома Михайлова с канала Всем бокс из Санкт-Петербурга. Здорово, братва, Всем бокс. Сегодня тренируемся по методикам культурной столицы. Бьем ударчики. Раз, два. Плечики расслаблены, проверяем. То он пропагандирует школу Исаева, и они там прямо отдельно отрабатывают, что в ударах бросаете плечи, бросаете лопатки. Это здорово с точки зрения бокса, с точки зрения силы удара. Но Соловьев говорит ровно наоборот. Когда бьете, то плечи свои, вообще их никак не двигаете. То есть раз, 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 вы ничего не видите, и вот уже удар. Правильно, да? Вот так должно быть. Вот вы стоите. Вот улетел. Ну, давайте вот чисто скажу по опыту бокса. Такой удар, естественно, он слабее. Он, как у Соловьева, это даже не было похоже на джеб. Потому что все же таки джеб, это именно передача энергии. То есть там рука, она как передатчик выступает. А удар вы бьете на самом деле ножками, скорее вы импульс тела передаете, рука как передатчик. То есть у Соловьева этого как бы ничего не было. Но все равно я считаю, что с учетом его возраста, с учетом того, что он не занимается единоборствами профессионально, его как бы работа другая, это быть телевизионщиком, телеведущим, телепропагандистом. В общем, кому как нравится его, назовите. Ну, все, короче, круто. То есть, да, мне он не нравится, но удар его я, в общем-то, оцениваю достаточно высоко. Цель этого удара, это удар шокирующий, то есть он скрытый. В принципе, это удар с подтяжка. Ну, кстати, уже, по-моему, что-то это говорит о человеке, да? То есть, почему он говорит, что плечом не дергайте? Да чтобы его не было видно. Потому что, когда вы стоите друг напротив друга с человеком, видно, вы как бы бьете, плечо у вас дергается. А он говорит, не дергайте плечо, чтобы человек, ну, по сути, если переводить на русский, чтобы человек ничего не видел, а когда-то что-то увидел, уже было поздно. Он уже от неожиданности может отключиться. То есть, по сути, это удар с подтяжка. И, как бы, вот цели этого удара, на мой взгляд, примерно такие. Я не знаю, наверное, может быть, в геройских фильмах, в какой-то особой ситуации, что к вам там трое людей подошли с автоматами, и вы такой можете удар из подтяжка применить, как соловьев. Ну, наверное, это нормально. Но так вот в нашей жизни у нас все-таки, я извиняюсь, даже у насекомых, у животных есть какой-то кодекс чести. Друг друга, ну, из-под тяжка, как бы, не надо бить, да? Примерно такие мысли. А так удар имеет право по технике на существование, и ничего такого смешного, позорного и отвратительного, как вот многие, ну, с точки зрения единоборств, в общем-то, я в нем не вижу. А вам спасибо, что посмотрели это видео. Всем счастливо. До новых встреч. Тушу камеру.